МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите программу события. Сегодня в выпуске. Верность долгу и отечеству оценена и вознаграждена. Почетные граждане района в гостях у школьников. Высокие результаты реческих пловцов. А теперь найти темы подробнее. Сегодня в райисполкоме прошло участвование жителей Гомельщины, отличившихся во время боевых действий в горячих точках, принимавших участие в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Особые слова звучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Открыл встречу председатель исполкома Александр Баранов. Он рассказал о достижениях района и о перспективах. Кстати, вклад в развитие региона Александра Баранова высоко оценен Советом Республики. За это он награжден медалью за верность долгу и отечеству. Поздравляю, Александр Васильевич! Желаю вам всех благ на вашем поприще, чтобы еще краше была эта земля, и счастливый был народ, и побольше героев в реческой земле. Спасибо! Медалями за боевые заслуги и ратную доблесть награждены ветераны Великой Отечественной войны. Судьба их трагична и наполнена героизмом, отметил председатель областного отделения Анатолий Бовтин. А закончили, Иван Михайлович, Берлине. Воевали, конечно, очень многие. Но мы, к сожалению, к большому сожалению, мы не сможем сразу наградить тех. Мы отбираем лучших именно тех воинов-интернационалистов, которые принимали как боевые действия и которые сейчас занимаются геройко-патриотическим воспитанием молодежи. Значит, участвуют в каких-то мероприятиях в школах, в учебных заведениях. И наши дети, наши молодежи равняются на них. Спасибо им большое за их труд, как на военном помощи, так и в мирном области. Медалями отмечены воины-интернационалисты, которые участвовали в боевых действиях в Сирии, Левии, Афганистане, Вьетнаме, Северном Кавказе. У мемориала состоялся торжественный митинг. Дан памяти тем, кто погиб в боях за нашу славу и счастье, за счастье наших детей. Память павших почтили минутой молчания. К мемориалу погибших возложили цветы. Закончилась встреча о литургии в Свято-Успенском соборе. Во Дворце культуры и техники «Нефтяник» состоялось торжество, посвященное радостной и знаменательной дате. 9 мая останется в истории и памяти людей, как символ героизма и стойкости народа, победившего в Великой Отечественной войне. Уважаемые ветераны, жители и гости нашего города, разрешите мне от имени руководства района поздравить вас с наступающим праздником Великой Победы, пожелать вам успехов в вашей деятельности, счастья в ваших семьях и удачи в жизни. И разрешите вас заверить в том, что эстафетная палочка мужества и отваги, поднятая нашими ветеранами в годы Великой Отечественной войны, сегодня находится в надежных молодых руках. На протяжении нескольких часов в зале звучали песни в исполнении народного хора «Крыница», Дворца культуры металлургов, Белорусского металлургического завода «Город Жлобин». Со 2 мая на территории Речевского района начался призыв граждан на срочную военную службу вооруженной силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь. Мероприятия по призыву продлятся до 31 августа. В канун Дня Победы в средней школе номер 8 состоялась встреча учащихся с заслуженными людьми Речевского района. Организовал встречу совет старейшим. О том, как прошло мероприятие, наш репортаж. Встречи учащихся школ со старейшинами района стали доброй традицией. Основная задача таких форумов – познакомить юных речещан с заслуженными людьми и жизнью региона. Участники Великой Отечественной делились воспоминаниями о военном времени. Ветераны труда говорили о том, как поднимали страну из разрухи в послевоенные годы, как трудились на просторах тогда еще Советского Союза. «Председатель колхоза привез мальчика с тяжелой патологией живота, и в это время погас свет. Света не было. Ну, я здесь проявил рационализательство. Он приехал на машине, и я ему предложил снять фару с машины, привезти через форточку провод, фару эту повесить на операционный столов, и он за полчаса все это сделал. Вот, понимаете, я мальчик это прооперировал, все обошлось хорошо». Василий Сидорейко в 80-е годы работал в управлении буровых работ. Собрав бригаду бурильщиков, уехал осваивать Западную Сибирь. Бригада под его руководством достигла высочайших результатов в бурении нефтяных и газовых скважин. Рекорды бригады до сих пор не побитые. «И в свое время мне приходилось быть и народным депутатом СССР, и членом Центрального комитета партии, и членом Центрального комитета профсоюза. То есть знал многих, лично был знаком с многими знаменитыми людьми, с тем же Леонидом Ильичем Брежневым, с Орбачевым, с Ельциным, с артистами Соломиными, с Дорониной. Короче, я говорю о тех людях, которых я знал лично». Свою первую награду лауреат Государственной премии Василий Сидорейко получил в 1982 году. В 1986 его наградили золотой звездой Герой социалистического труда. На встрече присутствовали почетные граждане Реческого района Сергей Цицура, Николай Зайцев, Михаил Митрохович, Николай Коваль, участник Республиканской олимпиады по математике Дмитрий Петкун, серебряный призер Республики Беларусь по велогонке Андрей Рашук. «С каждым днём всё ветеранов становится всё меньше и меньше. Те, которые перенесли на своих плечах войну, восстановление разрушенного хозяйства. А сегодня это очень важно. Я всю жизнь работаю на земле. Вот 45 лет я уже председатель колхоза. Пашу хлеб. И сегодня считаю, что это одна из самых важных профессий пахать хлеб, чтобы было у каждого на столе. А для этого надо молодые, здоровые руки, которых у деревни не хватает, к сожалению». «Мне кажется, нужны постоянно такие встречи, потому что сегодня молодёжь очень мало знает о том, что мы делали. Потому что если раньше как-то ещё было более тесно связано пионеры, потом комсомол, потом и общались больше, то сейчас это, конечно, уже общение происходит меньше. И они, в принципе, мало знают о том времени, о той работе, которую проходило с нами работать и достигать». «Мы должны чему-то у них научиться, в первую очередь, уважать их, как ветераны. Мы молодое поколение подрастаем ещё и брать пример с них». В Санкт-Петербурге прошло открытое первенство России на призы физкультурно-спортивного общества «Локомотив по плаванию». В нём приняли участие юноши 1993 года рождения и моложе, девочки 1995 года и моложе. В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов. Среди них воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер один отдела по физической культуре, спорту и туризму Реческого райисполкома. Юные реческие пловцы выступили успешно. Александр Белугин, тренеры, Рафаэль Шарапов и Наталья Седлицкая на дистанции 100 метров вольным стилем занял первое место, а на дистанции 200 метров финишировал третьим. Никита Шарапов, тренеры Галина и Рафаэль Шараповы в комплексном плавании на дистанции 400 метров занял второе место, тем самым выполнив норматив второго спортивного разряда. Всего нескольких десятых не хватило Дмитрию Соколову на дистанции 200 метров на спине и Алексею Манулину на дистанции 100 метров на спине до пьедестала. Тренирует ребят Виталий Полетило. «Это первый такой у нас довольно крупный успех на российских соревнованиях, действительно, то есть на уровне международных соревнований. Все-таки Россия, у нас, кажется, брат, сосед, но все-таки отдельные государства, довольно-таки сильные в развитии плавания, там все очень сильные пловцы. Ребята показали действительно все, что могли, даже чуть-чуть больше. Я действительно, мы можем гордиться нашими маленькими пловцами, которые достойно представили нашу, наши регионы и конкретно нашу Беларусь на российских соревнованиях». Победителям и призерам открытого первенства России вручены медали и ценные подарки. Кроме того, организаторы соревнований провели экскурсию по Санкт-Петербургу. «Почин молодых спортсменов наших, подающих надежду поддержали, наши действительно звезды, звезды белорусского плавания. На чемпионате Гомельской области по плаванию, который проходил в Гомеле, наша команда заняла третье место из десяти учащихся команд. Это вот отличились Евгений Елисеев, победивший на четырех дистанции, Павел Пистунов занял два вторых мест на дистанции 100 метров, баттерфляй и стовольный стиль. И Шарапов Алексей отличился в комплексном плавании. На 200 метров он был первым победителем вышел, а на дистанции длиннее 400 метров комплексное плавание он занял третье место. Завтра в честь празднования Дня Победы в городе пройдут культурно-массовые мероприятия. В 10 часов состоится возложение венков и цветов к местам захоронений. В 11 часов на центральной площади торжественный митинг «Выстояли и победили». В 12.00 в кинотеатре «Беларусь» для всех желающих демонстрации художественного фильма «Глубокое течение». С полудня в парке культуры и отдыха «Победа» начнутся спортивно-развлекательные мероприятия. На концертных площадках выступят художественные коллективы района. Также для речичан и гостей города будут работать аттракционные торговые ряды. Подытожит праздник молодежная дискотека. Это вся информация на сегодня. Телерадио компания «Телевид» поздравляет жителей города и района со светлым праздником Победы. Мы желаем вам благополучия и мирного неба над головой. Всего вам доброго. Спонсор прогноза погоды – парикмахерская «Инс». Адрес – улица Конева, 17. Прогноз погоды ближайшие 2 суток ожидается 9 мая, облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременный дождь. Днем в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами до 14 метров. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем от 11 до 16. 10 мая ожидается облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха ночью 4 до 9, днем 11 до 16 со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова